Смотрите, сейчас я объясню. Стоять над ситуацией или правильное обучение, и стоять в ситуации или неправильное обучение. Человек не имеет работы. И он очень сильно переживает об этом. Означает, не принимает судьбу. Не принимает судьбу. И он приходит к работодателю, он смотрит на него, он очень переживает, он очень волнуется. Он приходит к работодателю, он очень волнуется. Я очень хороший специалист в этом деле. У вас есть кто-то из вас работодатели? Есть такие? Хорошо, я с вами общаюсь. Тем более, что мы с вами знакомы. Знаете, я вам могу быть очень полезен. Очень. У вас есть свободные места на то, что мне нужно? На мою деятельность или нет? Нету? Может быть, есть. Видите, ему уже плохо стало просто от того, что я... Просто от того, что я нахожусь в ситуации. Или второй вариант, смотрите. Видите, женщина хочет любви или нет? Любая женщина хочет любви, так? Теперь, она долгое время не могла выйти замуж. И, наконец, она вышла замуж. И она соскучилась по любви очень сильно. И она подходит к мужу и говорит ему, «Разговаривай со мной нежнее, еще нежнее, этого недостаточно, еще нежнее». И он плохо становится. Почему? Потому что так устроен этот мир. Чем сильнее человек находится в ситуации, тем он портит свою большую жизнь. И это законно. Смотрите, ситуация одна и та же. У всех, допустим, ситуация одна и та же. Одна девушка долго не могла выйти замуж. И она чем занималась? Молилась каждый день, желала всем счастья. Пришло время, она вышла замуж. И та тоже пришла время, вышла замуж. Но это когда она вышла замуж, продолжает как бы просто служить мужу, заботиться о нем и жить правильно с этой точки зрения. Вторая чем занимается? Она хочет любви, потому что она соскучилась, она ждала любовь все это время. И результат какой? Этот с этой девушкой муж счастлив, а с этой он не может жить рядом. Ему очень тяжело. Интересно? Думаете, что-то по-другому как-то бывает на работе? Вот, допустим, у человека неправильные цели по отношению к работе. Он хочет денег. От этой вот деятельности, к которой он пришел. Приходит к начальнику, а начальник тоже хочет ему давать деньги или нет? У них одинаковые желания совпадают? Плохой начальник хочет его ободрать. Это означает, что они друг друга стоят. А хороший начальник, он чего хочет? Он хочет развития, он хочет, чтобы деятельность процветала, и всем была польза от этой деятельности. Понимаете, он хочет пользы прежде всего людям. От этого бывает развитие. Смотрите, это еще более высокое мышление. Приносить пользу людям, от этого бывает развитие. А от развития бывают деньги. Видите, человек стремится не к результату, а к тому, что надо делать по на самом деле. И пришел к нему в фирму человек, который хочет денег. И он работать начинает. И этому человеку, который правильно настроен, ему тяжело с ним. Это факт, что он будет прощать там и все прочее, пытаться его исправить. Но ему будет тяжело. Почему? Потому что он не тому научился. Он хороший специалист, все классно, он все делает, но он хочет денег. И это видно. Это сложно не заметить. Смотрите, хороший пациент и плохой пациент. Плохой пациент приходит к врачу и говорит, Олег Геннадьевич, вылечите меня, пожалуйста. Вылечите меня, пожалуйста. Вылечите меня, пожалуйста. Спокойно. Хороший пациент приходит, говорит, что я должна сделать, чтобы все получилось. Как я должна себя вести, как я должна жить, чтобы я выздоровела. Смотрите разницу. Один человек стоит выше ситуации. Он понимает, что может быть поможет, а может быть нет. Другой находится очень сильно в ситуации, и он уже заранее разрушает саму возможность ему помочь. Так или нет? Продолжение следует. Продолжение следует...